Сейчас по горячим следам не хотелось бы наговорить чего-то лишнего, да, потому что, честно говоря, до сих пор пока не могу понять, что произошло в плане не результата даже, а в плане игры, потому что забили гол с пенальти, удаление соперника, красная карточка, и после этого просто-напросто команда, скажем так, перестала играть. Не знаю, с чем это связано, то ли уже команда поверила в то, что этот забитый мяч будет большим преимуществом для нас по ходу игры, и мы доведем этот матч до победы. Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что после того, как мы забили гол с пенальти, команда впала вот в такое состояние. Следующий момент. Я думаю, сейчас понадобится какое-то время, чтобы разобраться в том, что произошло, да, но поверьте, что однозначно будут приняты какие-то меры. И с моей стороны, как тренера, и с стороны руководителей, конечно, мы так ситуацию эту не можем оставить, потому что на самом деле, на сегодняшний день у нас есть обойма футболистов, я считаю, довольно неплохих футболистов, но у нас, к сожалению, на сегодняшний день пока нет команды. Да, можно говорить о том, что непродолжительное время мы вместе работаем с командой, но за те две недели, что мы вместе уже с ребятами работаем, поверьте, те требования, которые предъявляются, и тот тренировочный процесс, который мы построили, это достаточно, достаточно квалифицированно была проделана работа за эти две недели для того, чтобы, по крайней мере, добиваться результатов. добиваться результата. Но, еще раз повторюсь, что причины нужно искать внутри коллектива, мы, еще раз повторюсь, обязательно разберемся. Задавайте вопросы. Можно сказать, что вы недооценили соперника, поскольку в стартом составе были два футболиста, которые недавно присоединились в команде, может ли это считаться, что вы думали, что Кюнинг будет играть вторым составом, это будет достаточно, чтобы победить? Нет, о недооценке не может быть и речи, потому что все внешние факторы, которые присутствовали перед этой игрой, мы отбрасывали это все в сторону. И то, что команда провела там в Тель-Авиве матч в Лиге Европы, то, что команда там добиралась сегодня на игру, то, что сегодня там вышел, скажем так, наверное, не основной состав, а где-то молодежь вышла и там несколько опытных футболистов, это абсолютно никакой роли сегодня не сыграло. Внутри, может быть, ребята где-то и думали об этом, но поверьте, с моей стороны было сделано все, чтобы все эти внешние факторы отбросить в сторону. Еще раз говорю, что нужно разобраться, проанализировать, и сейчас по горячим следам не хотелось бы, скажем так, есть мысли определенные в этом направлении, но внутри коллектива мы обязательно разберемся. Недооценки не может быть и речи.